Ну, а это, как я говорю, Всемирный Центр Вопросов. Да, здесь находится мой Всемирный Центр Вопросов. Когда сюда попадаешь, начинаешь задаваться вопросами. Что такое истина? Всегда ли она нужна? Что такое искусство слова? Не сошел ли Бен с ума? Может быть, это проклятие? Здесь я обычно останавливаюсь и начинаю. Люди могут спросить у меня обо всем, что им угодно, задать любой вопрос. Про Вселенную, про жизнь, мозг и про искусство. Кстати, про искусство спрашивают очень мало, потому что искусство всем надоело. Может ли существовать искусство без эго? Сколько стоит идея? Как исцелить мысль? Имеет ли современное искусство какой-то смысл? Мне задают любые вопросы, какие приходят в голову. Ну, а теперь пойдемте, я вам покажу свои владения. Субтитры создавал DimaTorzok Так идем смотреть мои владения. Я не люблю выбрасок. Все, что я нахожу, я сохраняю. И ставлю здесь, в саду. Мне очень нравится биде. Когда-то Марсель Дюшан сделал открытие в искусстве. Он представил писсуар и назвал его фонтаном. Ну, а я коллекционирую биде. На мой взгляд, это очень красивые предметы. Поэтому я ставлю в них растения. Как нахожу биде, сразу сажаю туда растения. Вот это не является работой Бена. Это Баке, очень известный художник. Мои здесь только подписи. А это призанс паншунет, бытовые вещи рядом с музейными. Надо бы это отреставрировать. Видите? Здесь в саду не только работы Бена. Это вот Стивен Жорж. Это вот машина для. Я все выставляю в своем саду и смешиваю со своими работами. Этот дом я купил в 1975 году. И начиная с 1975 года мы устраивали здесь выставки. Потом, правда, перестали. Мне стало не хватать места. Потому что всю территорию завоевали мои биде. Вот так. Еще у меня есть панно, которое мне очень нравится. Потому что на них цитаты. Вот очень хорошие. Любой великий художник обладает чувством провокации. Или еще. Так говорил Марсель Тюшан. Искусство – это обман. Правда, говорят, это не его слова. Вроде бы он услышал их и повторил. Впрочем, теперь это уже не важно. Поскольку я ничего не выбрасываю, все это завоевывает мою территорию, завоевывает мою жизнь. Вот в эту тачку я складываю все, что мне хотелось бы потом разместить в более подходящем месте. А вот там моя спальня. В ней полно картин с обнаженными женщинами. Как только я нахожу изображение обнаженной женщины, я сразу же приклеиваю его на потолок. Ну что ж, а теперь я готов ответить на все ваши вопросы. Творчество, современное искусство – это не так уж и сложно. Современное искусство – это просто. Надо просто делать то, чего не было раньше. И так, чтобы это вошло в историю искусства. Но вы и думаете, что это легко, и говорите, «Ах, я буду делать, как, допустим, Ив Клайн, делать то или это». Но тут-то вы узнаете, что все это уже было сделано. И понимаете, что труднее всего найти свою индивидуальность. Сама идея найти что-то новое в искусстве, зная, что можно все – это ловушка и провокация. Раз можно все, то давайте я буду подбирать окурки с земли, да? Но этого недостаточно. Можно понять все, если ты знаешь правила игры. А правила игры таковы. Мы все эгоисты. И мы все ищем новое для того, чтобы о нас говорили, чтобы добиться славы. Правила очень просты. Не делать того, что делали другие, но копать свою нишу. Нужно не искать и кричать «Я нашел», а именно рыть свою нишу. Эго, то есть я – неотъемлемая часть личности каждого художника. Неважно, известен он или нет. У каждого творца есть эго, и у меня тоже. Я нашел свою нишу. Мне понравилась идея сочетать изображения письма и смысл. В 1958 году я создал свои первые простые таблички. Я воспринимал их как произведения искусства, а не как поэзию. Слово – это способ показать себя, выразить себя, сказать, кто ты есть. У меня есть желание самовыражения с помощью слов. Раньше этого было меньше. Это позитивная тенденция. И я использовал ее. Меня очень занимают и очень нравятся вопросы. Например, такие «Почему это искусство?» Или «Почему это не искусство?» «Что такое искусство?» Вот что меня интересует, если я иду в галерею. Но если я иду на футбол, я думаю, почему победа? Ну и так далее. Я вообще люблю задавать вопросы. Понимаете, меня интересуют сомнения. Я сомневаюсь в искусстве во всем на свете. Кто важнее, Кейдж или Дюшан? Продайте мне вашу душу. Каждому свое. Все лицемерие. Красивое, уродливое. Я взволновываю. Оставьте меня в покое. Ваша вода принадлежит нам. Всегда ли существовало время? Я самый главный. Долой империализм. Я родился в культурной семье, к сожалению. Со стороны отца мой прадед, швейцарский художник Бенджамин Готье. Очень известный. Один из лучших. Но если мы за столом заговаривали о Пикассо, то доходило до драки. Так что культура была именно проблемой. А тогда я был в поисках формы, которая подходила бы именно мне. Я искал абстрактную форму. Ну и в конце концов я остановился на форме банана. Я стал королем бананов. Ко мне приехал Ив Кляйн и сказал, стоп, с бананами покончено. Я ему, почему это с бананами покончено? Он говорит, потому что с абстракцией покончено. Теперь я делаю монохромы. Монохромы, понимаешь, это как в покере. У меня четыре туза, а у тебя только два. Меня это озадачило. И я начал писать стихотворения, в которых пытался сказать истину. Ну, это были простые истины. Мне одиноко, мне грустно. Ну, и все в таком же роде. Опять приехал Ив Кляйн и говорит, ты должен писать. Я ему отвечаю, да, но художники-летристы уже есть. А он, ты, совсем другое дело. У них только изображение букв, графическая сторона. А у тебя смысл. Быть – это не быть. Смотрите на меня. Этого достаточно. Я продолжал свои поиски в поэзии и вообще в искусстве. И вот у меня началась безумная страсть все подписывать. Мэн подписывает Ниццу. Это было чудесно. Никто не бил ногой в пах – я это сделал. Никого не рвало публично, а я это сделал. Никто не делал чего-то еще – я сделал. Дюшан был здесь. Это была целая книга, в которой я, Бен, все подписывал. Я подписывал своим именем все, что приходило мне в голову. Заходите. Я подписываю жизнь. Продажи линии «Горизонта» как произведение искусства. Бен, я подписываю линию «Горизонта». Первым, кто в меня поверил, был Даниэль Шпёри. Он мне говорит, я устрою твою выставку в Лондон. И вот в 1962 году меня пригласили в Лондон. Он сказал, я помещу тебя в витрину, и ты не будешь выходить оттуда. Я согласился и жил в витрине две недели. Там поставил свою кровать и все прочее. Ну и все приходили посмотреть на Бена за стеклом. Это была забавная история. Если бы я сел писать книгу, то я бы, пожалуй, начал так. Я неудачник. А может и так. Я здравомыслящий человек. Если повернуться к истории, то я могу сказать, в начале 60-х я чувствовал себя новатором. Но определить свое место сегодня мне трудно. Думаю, в современном искусстве произошла инфляция. Да, инфляция – искусство. Мы бесконечно слышим о художниках, о выставках, вернисажах, коллекционерах, аукционах. Но я не знаю, осталось ли в этой круговерте место для самого художника. Иногда мне кажется, что мое творчество исчезло с современного рынка искусства. Но ведь я сам не исчез. Вообще не люблю смотреть в прошлое. Если меня прижмут в углу и скажут, «Бен, ты сыграл очень важную роль в 60-е годы», вот это мне будет ужасно противно. Потому что я-то еще жив и полон желания бороться, здесь и сейчас. Поэтому, когда ко мне обращаются, я задаюсь вопросом, что бы мне сделать, чтобы показать, что я еще жив. А заявлять, посмотрите, вот, что я сделал раньше, для меня неприемлемо. А мне плевать, я житель Ниццы. Начать с нуля. Тише едешь, дальше будешь. Поищи где-нибудь в другом месте. Я жду невозможного. Что я могу посоветовать художникам? Я нахожу, что они слишком застенчивы с точки зрения их возможностей. Да, они слишком робкие. Иногда мы встречаемся на площади Гарибальди, и мне хочется им сказать, «Так, что мы делаем?» «Мы делаем фильм. Придем все голые». Но нет, это не сработает, вмешается полиция. Сделаем что-нибудь другое. Я полагаю, что творчество, возможно, всегда. Только художники боятся творить, думают, а вдруг это не понравится рынку искусства, коллекционерам, торговцам и прочим. Они все в тюрьме, тюрьме современного искусства. Вместо того, чтобы находиться там, где свобода. Знаете, в чем-то даже я потерял свою свободу. Очень во многом. Потому что, когда я еду на машине и вижу помойку с кучей вещей, у меня возникает желание забрать все сразу. Но я себе говорю, «Нет, они подумают, не Бенли там роется». И я не могу. Да, теперь уже мнение людей имеет для меня слишком большое значение. Но я сказал себе, «Я рад, что могу говорить, я выражаю себя через слова». Впрочем, многое мне не удается сделать, потому что я начинаю бояться. Сам не знаю чего, но я боюсь. Потому что, чтобы заниматься искусством, нужна и храбрость. Чтобы сделать карьеру, высказаться, нарисовать синюю розу, а не красную, нужна храбрость. И вот здесь мы подходим к тому, что такое быть Беном. Но мне не хватает храбрости, чтобы и не быть Беном. В середине 19 века сценки городского быта, жизнь чиновников, купцов, барышень и военных прочно завоевали свои позиции на страницах русской литературы. При этом подобные темы были весьма необычны для русской живописи. Здесь по-прежнему предпочитали Аполлона, статскому советнику, и Афродиту, кухарке. Эту традицию перечеркнул художник Павел Федотов. Вместо греческой трагедии он одним из первых поставил на сцене русского изобразительного искусства человеческую комедию. Федотову, несомненно, ждала успешная карьера офицера русской армии. Кадетский корпус в Москве он окончил золотой медалью. И как лучшего ученика его направили в престижный финляндский полк Петербурга. Однако очень скоро выяснилось, что профессия военного вовсе не привлекает Федотова. Он с детства проявлял талант к живописи и мечтал стать художником. Ему прекрасно удавались портреты сослуживцев, сценки из их жизни и карикатуры. Записавшись на вечерные курсы Академии художеств, что он стал совершенствовать свое мастерство. Акварель встречи великого князя так понравилась его императорскому высочеству великому князю Михаилу Павловичу, что тот пожаловал автору бриллиантовый перстень. Понравилась работа и императору Николаю Первому. Он позволил Федотову оставить гвардию, чтобы посвятить себя искусству и даже назначил художнику ежемесячную финансовую поддержку. Федотов был рад. Военная служба тяготила его. Но все еще, сомневаясь в правильности выбора, он решил обратиться за советом к авторитетному живописцу Карлу Брюллову. Ответ мастера его огорчил. Брюллов посоветовал забыть этот вздор. Стать художником означало примириться с нищенским существованием и вечной неуверенностью в завтрашнем дне. И все же Федотов не последовал совету. В 1844 году он написал в своем дневнике «Сегодня вышел в отставку». Ровно через 10 лет службы. Новую жизнь художник начал в возрасте 29 лет. Найти собственную неповторимую тему и образы Федотову помог баснописец Иван Андреевич Крылов. Он-то и предложил ему поискать сюжеты в повседневной жизни, делая бесконечное количество зарисовок с натуры, Федотов вспоминал работы английского художника 18 века Уильяма Хогарта. Тот был мастером в изображении сатирических сцен. Федотов был не лишен самоиронии. Одной из своих зарисовок он дал пространное название, напоминающее либретто. Старость художника, женившегося бесприданного в надежде на свой талант. Первой жанровой картиной Федотова стало полотно «Свежий кавалер». Остроумный рассказ о том, как бедный чиновник отметил получение своей первой награды. Сюжет картины художник дополнил стихотворением. «Победу празднуя порог, нахально носит свой венок. И если встретит вдруг презрение, уж не раскаяние, а мщенье в душе порочной закипит. К злодейству шаг, коль совесть спит». Он увлекался поэзией еще в годы учебы в кадетском корпусе. Друзья любили его хлесткий юмор и восхищались умением найти меткое слово. Мастерство Федотова оценили. Его работу восприняли как острую сатиру в духе Николая Гоголя. Откровенно говоря, Федотов и сам был доволен своей работой, а потому решил, что в следующий раз выберет сюжет еще более острый и комичный. В своей следующей работе сватовство майора он словно театральный режиссер разыгрывал перед публикой комедию положения. Сваха приводит в купеческий дом майора, желающего получить богатое приданное. Домочадься в смятении. Принять столь важного гостя необходимо с почестями. Невеста почти комический персонаж. Жеманница нарядилась в вечернее бальное платье. Хотя всем ясно, что визит жениха происходит днем. Майор совсем не похож на пылкого влюбленного. Майор толстый, бравый, карман дырявый. Крутит свой уст, я, дескать, до денежек доберусь. Федотов с удовольствием декламировал свои стихи перед зрителями, которые восхищались его картинами на выставке Академии художеств в 1849 году. Сам живописец, достойный звания академика, устроил перед своими картинами сватовство майора. Разборчивая невеста и свежий кавалер настоящее представление. Словно зазывало на ярмарке. Он провозглашал, честные господа, пожалуйте сюда. Милости просим, денег не спросим. Даром смотри, только хорошенько очки про три. Зрители улыбались, узнавая на живописных полотнах всем знакомые ситуации. Художник смеялся над пороками без малейшего оттенка злобы. Но радость триумфа оказалась мимолетна. Творчество Павла Федотова стало жертвой политической реакции. Раскрытие заговора, организованным Михаилом Петрашевским, вызвало волну цензуры. Власти готовы были усматривать Крамолу даже в самых невинных сюжетах. Журнал «Современник», где Федотов печатал свои рисунки, был закрыт. Под запретом оказался его свежий кавалер. Чиновник не имел права вешать государственный орден на домашний халат. Многому бы народ научил, сетывал Федотов, да цензура мешает. Те, кто раньше покровительствовали художнику и восхищались его картинами, отвернулись от него. Лишившись всех заработков, в отчаянии он продал свое любимое детище оригинал картины «Сватовство майора» за тысячу рублей. И все же положение поправить уже не могло ничто. Напряжение силы и нервные потрясения лишили художника рассудка. Прошло всего восемь лет с той поры, как Федотов решил посвятить себя живописи, но теперь в его работах уже не было и тени былого искрящегося веселья. В них поселилась горечь одиночества и бессмысленности бытия. Его императорское величество Николай I повелел определить художника в лечебницу для душевнобольных и выделил на его содержание 500 рублей. В клинике умалишенногося кликнутами, чтобы усмирить. 14 ноября 1852 года в возрасте 37 лет Павел Андреевич Федотов скончался. Ни жены, ни детей у него не было. «Моей жизни не хватит», говорил он, «отдаваться одновременно искусству и любимой женщине». А незадолго до смерти Федотов завершил картину «Вдовушка», написанная в нескольких вариантах, она стала расставанием с мечтами о счастье. Супруга, ожидающая ребенка, безутешна. Она оскорбит о потере безвременно покинувшего ее любимого мужа. У нее за спиной стоит его портрет, автопортрет русского художника Павла Федотова. Его называли Гоголем русской живописи. По иронии судьбы, Николай Гоголь и Павел Федотов ушли из жизни в один год. «Федотов умер», писал знаменитый критик Владимир Стасов, произведя на свет лишь маленькую крупинку из того богатства, каким была одарена его натура. Но эта крупинка была чистая золото и принесла потом великие плоды. «Федотов» «Федотов» Кто такой художник? Хороший вопрос Я же говорю, у него обязательно должно быть эго Нужно, чтобы художник умел видеть новое Хотел славы и желал привнести что-то свое Историю искусства можно представить так Допустим, художник находится в этой точке Его эго находится здесь, в этой точке Но у него обязательно должно быть желание переместиться вот в эту точку Существует один путь для достижения вершины в области кулинарии Другой в области науки Этот хочет стать Эйнштейном, тот Хокинсом Вот здесь представим того, кто хочет отличиться в кулинарии И стать великим кулинаром А здесь человек, который скажет Я завидую Караваджо Я ему завидую, и поэтому я хочу попробовать себя на этой стезе Вообще художники завидуют другим художникам И чтобы стать художником, нужно завидовать другим художникам Я так считаю Конечно, если ты завидуешь кулинару, то ты будущий кулинар Если завидуешь математику, то ты можешь стать математиком Если завидуешь певцу, ты певец А если актер, то актер Художник может завидовать, потому что он ведь хочет быть известным Возможно, он поменяет направление и скажет Я попробую себя не в живописи, а в поэзии или в чем-то нибудь еще Ведь поэты или писатели – это тоже художники Но если ты прирожденный живописец, то сможешь отличиться только в живописи Всех ждет борьба Борьба и препятствия Несколько тысяч работ Сотни выставок по всему миру 17 лет жизни художницы, которой не суждено было стать взрослой Надя была очень талантлива И ей посчастливилось родиться в артистической семье Мама была балериной, а папа – театральным художником Музеи, театры, книги Этот волшебный мир окружал девочку с самого детства До семи лет родители не учили дочь ни читать, ни писать, ни рисовать Не хотели искусственно торопить развитие ребенка По вечерам папа читал Наде сказки Однажды, прочитав пушкинскую сказку о царе Салтане Он обнаружил, что девочка успела нарисовать 36 иллюстраций Так и повелось Свои впечатления она передавала моментально Создавая новые миры с помощью перьевых ручек, фломастеров и цветных мелков Отец был художником и просто не мог не заметить дарование дочери Он показал ее рисунки коллегам, а те отправили иллюстрации 12-летней Нади в журнал «Юность» В редакцию устроили выставку ее работ, а вскоре о юной художнице узнала вся страна Надю Рушеву показывали по телевидению Они писали в газетах известные критики и литераторы То, что это создала девочка гениальная, становится ясным с первого рисунка Восхищался Иракли Андронников Ее работы не требуют доказательств своей первозданности Казалось, Надя хочет объять необъятное Ее интересовало все А серии своих рисунков она называла просто Русский балет, сказки и фантазии, мода вчера и сегодня, эллины и рабы, мир детей, сила и грация Увидеть работу Нади Рушевой мечтали все И взрослые дети готовы были выстаивать километровые очереди Чтобы попасть на выставки рисунков гениальной девочки-вандеркинда А сама девочка, словно не замечая обрушившиеся на нее славы Продолжала оставаться простой московской школьницей Дружила со сверстниками, легко отплясывала Чарльз Тон, плавала, каталась на лыжах и коньках Любила слушать музыку, разную, от Рахманинова до песен Битлз Она менялась только, когда начинала рисовать Веселая девочка становилась серьезной и сосредоточенной Погружаясь в непостижимый свой собственный мир творчества Я живу жизнью тех, кого рисую, говорила она Превращаясь в Наташу Ростову или в Наталью Гончарову, Беллу или Анну Каренину Любимым ее героем был маленький принц Экзюпери Казалось, именно он, волшебный пришелец из далеких миров Научил ее видеть не глазами, а сердцем В 1968 году известный пушкинист Арнольд Гессен Обратился к Наде с просьбой нарисовать для его книги «Жизнь поэта» Серию иллюстраций о детстве Пушкина Он предложил ей вжиться в роль великого поэта И попробовать представить, как он мог рисовать в возрасте 14-15 лет Пушкин был любимым поэтом Нади, самым родным, признавалась она И теперь она часами изучала его наброски, пытаясь уловить каждую линию, проведенную гением Почувствовать полет его пера И пройти вместе с ним весь путь, от рождения до самой смерти А летом Надя отправилась отдыхать В пионерский лагерь Артек Здесь она прочла впервые опубликованный роман Булгакова «Мастер и Маргарита» Он и стал темой для новой, последней серии Надиных рисунков Вдова Булгакова утверждала, что дар художницы на грани ясновидения Конечно же, изображая перстень на руке мастера Девочка не могла знать, что точно такой же перстень носил и сам Булгаков Не могла она знать и о том, что ее портрет Маргариты словно списан с женой писателя, когда та была молодой Какой безошибочный рисунок! Как Надя чувствовала Христа! Как ребенок-ребенка! Поражалась Елена Булгакова КОНЕЦ Надя была автором уже более 10 тысяч рисунков Но для нее это было только начало Данте, Сервантес, Гоффман, Марк Твен Сколько всего предстояло проиллюстрировать А после школы она собиралась поступать во ВГИК Учиться на мультипликатора Линия жизни Нади Рушевой оборвалась мартовским утром 1969 года Никто не знал, что у девочки был порог сосудов головного мозга Причиной смерти стал инсульт Фатальный диагноз, совсем не свойственный юному возрасту Да и божественный дар Прожить жизни гениев ушедших эпох Дается не всем Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения В область человеческого духа Писал о Рушевой академик Лихачев Она работала почти с отчаянием Стремясь сказать людям как можно больше О болете, об античности О Шекспире, Пушкине, Лермонтове, Толстом, Экзепери Откуда у этой девочки знания людей, эпох Это загадка, которая никогда не будет разгадана Она пришла в наш мир будто с другой планеты, как и маленький принц Она оказалась на земле, чтобы напомнить людям о добре и красоте Любви и дружбе, честности и искренности О неравнодушии и о духовных ценностях Семнадцать лет, много это или мало Если взглянуть из вечности КОНЕЦ Я хочу показать вам еще кое-что Видите, у меня здесь повсюду цитаты Это панно Филиппа Парено Называется «Истина» Он подписал его специально для меня Это молодой художник, и мне нравится его работа Тем более, что мой сад, сад истины Я ищу истину А вот еще одна композиция, которая мне очень нравится Называется «Я и другие» Когда это двигается, другие проникают внутрь «Я» Потом наоборот Это вечная история про взаимодействие «Я» и других Я записываю фразы Раньше здесь было много табличек Правда, теперь они все попадали Жорж Мачунос говорил Искусство – это развлечение Искусство не должно быть элитным и скучным Оно должно развлекать Это значит, что нужно привносить что-то новое и с улыбкой А вот интересная вещь Называется «Тяжесть славы» Она все время движется Даже сам не знаю, за счет чего Но очень хорошо сделана Обожаю все подписывать И смыслы Кстати, название вашей программы «Искусственный отбор» отличное Пожалуй, я с удовольствием подпишусь под ним «Искусственный отбор» отличное «Искусственный отбор» отличное